Бюджет этого года принят парламентариями в третьем окончательном чтении. Дефицит основного финансового документа составит порядка 6 миллиардов рублей. Расходная часть 195 миллиардов, ну а доходная 189 миллиардов рублей. В бюджете предусмотрено повышение зарплат. Фонд оплаты труда составляет свыше 74 миллиардов рублей. 400 миллионов рублей будет направлено на завершение строительства перинатального центра. На поддержку ЖКХ предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. А на обеспечение детей сирот жильем дополнительно заложено 290 миллионов рублей. По доходной части, если считать, у нас, к сожалению, недосчитались налога на прибыль от отрасли нефтяной. Примерно на сумму 3,8 миллиардов рублей. Но зато, с другой стороны, со стороны налога на имущество, более 400 миллионов дополнительно получили от НДФЛ. То есть налог на доходы физических лиц, мы тоже получили более 400 миллионов дополнительных налогов. Также у нас было снижение расходов по программам. Это примерно на миллиард 800. Также по инвестиционной программе у нас снижение на сумму 444 миллиона рублей. Хотя тут по инвестиционной программе надо говорить о том, что ни один объект не выкинут из инвестиционной программы. Плюс у нас дополнительная сумма 2,5 миллиарда от внебюджетных источников. Это РИК плюс. Мы должны получить доходные части. РИК плюс. РИК плюс. РИК плюс. РИК плюс.